Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. На прошлой неделе мы неплохо заработали, все мои сигналы отработали в плюс, а также те, кто подписан на мой канал, видели, что я сделал три новых видео про моего робота, который на недавнем тестировании показал 300% доходности в день. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании на мой канал и получайте робота бесплатно. На сегодня я подготовил несколько торговых инструментов и сигналов на входы в прибыльные сделки. Итак, поехали! Итак, евро находится в консолидации и пробило линию сопротивления. Вот здесь я отметил синим квадратом. Дальше, если цена пойдет еще выше, нас ждет линия сопротивления в районе цены 0.9955. Это очень хорошая линия сопротивления, хорошая точка входа. Почему? Потому что доллар у нас растет, укрепляется и сейчас он не уходит в небольшой коррекции. Так вот, эта коррекция дает нам возможность хорошо входить на долгосрок именно в продажу по евро-доллару. Кстати, кто торгует моим роботом, обязательно используйте точку входа для долгосрочного входа, то есть для первого входа в сделку. Потому что у меня робот полуавтоматический и, соответственно, первую сделку вы должны сделать сами. С этого места можно очень хорошо зайти. Если цена пойдет вниз, то здесь у нас будут сделки на покупку от линии поддержки в районе цены 0.9721 и еще ниже 0.9697. Отсюда лучше входить короткосрочно тем, кто любит скальпинг и вручную. Британский фунт примерно похожая ситуация, но линии сопротивления я здесь не наблюдаю, а линия поддержки есть. Поэтому в районе цены 1.1081 можно будет вставить ордер на покупку и зарабатывать на росте. Доллар-канадец сейчас движется вниз, но я, как говорил, уже это такая вот коррекция. Мы находимся в таком неком, вот я вот так нарисую, в таком коридоре коррекции. Поэтому как только доллар начнет укрепляться, доллар-канадец тоже пойдет вверх и на его пути будет вот такая вот линия сопротивления. Здесь вот в районе цены 1.3821 можно будет поставить ордер на продажу и заработать на падение. Доллар-франк также откорректировался, но совсем немножко от линии сопротивления горизонтального. Так он сначала пробил, был ложный пробой и ушла цена вниз. Я, конечно, не думаю, что он прям долетит до вот этой нижней линии поддержки, но тем не менее, если дойдет, цель мы поставили. То есть здесь в районе цены 0.9636 можно будет ставить ордер на покупку, зарабатывать на росте. Британский фунт к японской иене. Иена вообще на прошлой неделе показала в пятницу перед закрытием сильную волатильность. И здесь на старших таймфреймах я не вижу каких-то хороших сигналов. Но на M5 для тех, кто любит поскальпить, могу порекомендовать вот такой сценарий. Как мы видим, цена уже несколько раз отбивалась от уровня 38, хорошо его отработала, и от уровня 50. Поэтому если цена пойдет наверх дальше, то от уровня 61.8 можно будет также рассчитывать на продажи и заработать на падение. Но напоминаю, это краткосрочно, поэтому риск менеджмент наше все. Австралийский доллар к доллару также немножко растет, но поскольку у нас доллар в долгосрочном тренде восходящем, поэтому ожидаю, что все-таки он может развернуться. Если все-таки развернется вниз, то от этого уровня поддержки 0.62.22 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Также у меня есть еще обзор по британскому фунту, швейцарскому франку, по нефти бренд, биткоину и золото. У меня на канале полный обзор, можете посмотреть, переходите по ссылке в описании. Помимо сделок на сигналах, я еще зарабатываю на экономическом календаре, и на этой неделе есть что посмотреть. Будет несколько важных новостей, давайте их посмотрим. Итак, понедельник, вторник, достаточно спокойные дни, а вот в среду стоит присмотреться. Давайте посмотрим. Индекс потребительских цен по Австралии будет очень рано, в 3.30 по Москве. Но это традиционно волатильная новость. Также ВВП по Китаю, но правда время еще не указано. И вот в 17 часов решение по процентной ставке. Очень волатильная новость. Ставка повышается на 0.75 пунктов, это очень много. Поэтому ожидаем ослабление пары доллар-канадец. В четверг будет решение по процентной ставке в Европе, также сильное повышение на 0.75%, поэтому ожидаем укрепление евро. В 15.30 ВВП по Америке, также новость сильная, потому что отрицательное значение и положительное значение. Возможно укрепление доллара. Ну и в пятницу нас ждет индекс потребительских цен в Германии. Это повлияет на евро и одновременно в это же время выходит ВВП по Германии. Поэтому здесь ожидаем сильную волатильность. В России также решение процентной ставки, но изменений не планируется, поэтому волатильности тоже не ожидается. Ну и ВВП по Канаде в 15.30, оно практически без изменений. Поэтому рассчитывать на волатильность вечером не стоит. Вот такие новости на эту неделю. Еще раз напоминаю, что вы совершенно бесплатно можете получить моего робота для тестирования. Поэтому обязательно ознакомьтесь с моими видео, с результатами теста. Переходите по ссылке в описании на мой канал и пользуйтесь. Желаю всем удачной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok